В Хабаровском крае стартовала программа подготовки молодых мам к поступлению в ВУЗы. В Хабаровский край вошел в список регионов страны, где реализуется эксперимент по бесплатному обучению молодых женщин, имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях высших учебных заведений. Образовательной площадкой выбран Тихоокеанский государственный университет. Цель эксперимента – помочь девушкам, которые после окончания школы были вынуждены ухаживать за маленьким ребенком, восполнить школьные знания, необходимые для сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Отбор регионов проводило Министерство образования и науки совместно с Минтруда. На сегодняшний день в эксперименте участвуют 50 ВУЗов в 50 регионах России. По данным ТОГУ, в середине января 2014 года 4-месячный курс обучения начали 5 человек. Все они выбрали заочную, дистанционную форму подготовки. В настоящее время прием заявлений на обучение продолжается. Он продлится до 15 февраля. Максимальный возраст участниц образовательного эксперимента увеличен с 23 до 25 лет. Обучение реализуется на бесплатной основе с очной, очно-заочной или заочной форме на выбор. При этом возможно как личное присутствие в ВУЗе, так и дистанционное обучение. Слушательницам очной формы будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере 2000 рублей. Важно, что абитуриентки вправе посещать только те предметы, которые необходимы им для сдачи конкретного экзамена. Для подготовки к ЕГЭ по таким предметам, как биология и химия, ВУЗ будет привлекать специалистов Дальневосточного государственного гуманитарного университета. Дополнительную информацию о курсах можно получить в Центрах социальной поддержки населения и администрациях муниципальных районов края. На автотрассах Хабаровского края появится 6 травмопунктов. Учреждения будут расположены вдоль автомобильных трасс Хабаровска-Комсомольск-на-Амуре, Лида Гаванина, Селихино, Николаевск-на-Амуре. Они создаются для того, чтобы максимально приблизить помощь к пострадавшему. Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях реализуются в Хабаровском крае с 2010 года. В рамках нацпроекта «Здоровье» на федеральных автомобильных дорогах М60 Усури-Хабаровск-Ладивосток и М58 Амур-Чита-Хабаровск были созданы 4 травмоцентра. Из федерального и краевого бюджета было выделено более 317 миллионов рублей. Данные средства позволили закупить более 300 единиц медицинского оборудования, компьютерно-магнитно-резонансные томографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательное оборудование, 9 реанимобилей. В 2012 году в рамках краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Хабаровском крае» на 2007-2012 годы было выделено почти 9 миллионов рублей на психологическую подготовку и обучение правилам оказания первой помощи сотрудников ЕБДД, УВД по Хабаровскому краю. Приобретение четырех автомобилей скорой помощи. Почти 900 врачей-травматологов, нейрохирургов, реаниматологов, хирургов, специалистов бригад скорой медицинской помощи пришли обучение, в том числе и в ведущих клиниках страны. По информации краевого Минздрава, проводимые мероприятия позволят существенно улучшить качество лечения и снизить смертность АДТП. Субтитры создавал DimaTorzok